Спасибо большое. Ну, давайте сразу начнем. Тема у нас сегодня – интерактивные туристические гиды. Небольшая такая предисловие, небольшая аннотация, о чем сегодня пойдет речь. Ну, вообще, тема туризма, создание разных туристических продуктов – это сейчас одна из, что называется, тем, которые на волне. Поэтому и в библиотеках начинают создаваться разные туристические продукты. Не только экскурсии вводит библиотека, но и создает какие-то маршруты свои собственные, прокладывает, рассказывает. И в школах очень много сейчас, особенно в проектной деятельности, школьники работают над созданием каких-то интересных маршрутов по истории своего города. Может быть, даже есть какие-то группы юных экскурсоводов в некоторых школах. То есть вот тема, она сейчас на слуху, на подъеме, и много таких интересных создается, идей реализуется. Ну, вот я сегодня расскажу о том, как такую идею можно реализовать на практике в сети интернет. Как создать виртуальный такой туристический кит по достопримечательностям, как его можно опубликовать, и вообще, какие возможности есть сейчас в сети интернет, какие есть сервисы, бесплатные, конечно же, которые помогут нам в этой работе. Мы с вами немножко посмотрим разные примеры сервисов, ну, и, надеюсь, вы что-то для себя выберете для будущей работы, если в этом направлении планируете работать. Итак, ну, в основе любой виртуальной экскурсии, в основе любого туристического гида, как и обычного, так и виртуального, всегда лежит какой-то маршрут. Это какой-то намеченный путь с определенными точками, с определенными метками на карте, по которым будут передвигаться наши путешественники. То, что лежит на поверхности, это вы, без меня, наверное, несколько идей сразу же накидаете, какие туристические гиды можно создавать. По городам и населенным пунктам, и своим, и соседних областей, и по каким-то мировым столицам, или каким-то интересным для вас местам. Виртуальная экскурсия тема хороша, что она ничем не ограничена в плане физического перемещения. То есть вы можете устроить экскурсию по Арктическим островам, по Антарктиде, в общем, где угодно. Далее. Экскурсия по достопримечательностям города и края. Это чаще всего основная тема таких интерактивных решений. Это очень много таких экскурсий. Вы найдете в сети интернет. Они создаются, они работают, и наверняка вы их видели. Далее. Интересная идея маршрута, связанная с именами известных личностей земляков. Путешествия Чехова на Сахалин, поездки Тургенева, какие-то известные вам имена, по местам которых вы хотите попутешествовать. Это тоже все принимается, это тоже очень все интересно. Ну и, наконец, можно создавать исторические путешествия, связанные с какими-то историческими датами. Например, отправиться на экскурсию в Древнюю Русь, по древнерусским городам, может быть, в Средневековье отправиться, может быть, еще в какие-то интересные места. И все это вполне реализуемо, все это вполне можно сделать. Что для этого нужно? Ну, после того, как у нас возникла идея, нам нужно начать создавать маршрут. Хотя бы сначала на бумаге, каким-то таким очень простым способом посмотреть, какие материалы мы имеем, чем мы располагаем и собрать ненастоющее. Чаще всего виртуальную экскурсию включается обязательно в текстовое описание. Оно не должно быть такое максимально длинное, максимально подробное. Дается основная информация, которая заинтересует пользователя, который впервые знакомится с этой достопримечательностью. А всю дополнительную информацию, если, например, у вас есть какая-то интересная веб-страница, на которой эта дополнительная информация есть, все это мы убираем в ссылки на веб-ресурсы. Вот туда. Далее. Обязательно хорошо бы, чтобы были фотографии. Одна, минимум, а если сервис позволяет, то и несколько. Видеоролики тоже неплохо, но сервисы, о которых я буду говорить, они не позволяют напрямую закачивать видеоролик прямо вот в этот сам сервис. Здесь придется, если у вас есть свои собственные видеоролики, которые вы хотите прикреплять к маршруту, то лучше их залить куда-то на YouTube, например, хотя бы, на YouTube, может быть, в ту же сеть ВКонтакте. Ну, то есть на выходе нам нужно иметь на нее ссылку, на этот видеоролик. И вот в качестве ссылки все замечательно будет крепиться. Некоторые сервисы позволяют даже аудио добавлять, но это надо смотреть не все. Но, опять-таки, если аудио есть в сети интернета, и у вас есть ссылка на этот аудиоролик, то почему нет? Например, какой-то подкаст интересный по этой теме у вас есть, где-то опубликованный, допустим, в той же ВКонтакте, может быть. Вот можно на него сослаться. И, опять-таки, все это идет в ссылке у нас. После того, как мы определились с материалами, создали маршрут. Сколько точек в маршруте – это вообще на усмотрение создателей. Есть маршруты очень коротенькие, конечные, там, 5-7 точек. А есть, я сегодня буду показывать маршруты 59 точек на карте, там, 40. Тут вы уже сами определяетесь, чтобы ваши пользователи, с одной стороны, не заскучали, а с другой стороны, не устали все это смотреть. После того, как мы все это в уме или на бумаге прочертили и придумали, переходим, собственно, к самому интересному – к дизайну всего этого. Мы сегодня с вами посмотрим несколько инструментов для создания карт, о которых я написала. И по всем сервисам есть обучалки. В конце, на последнем слайде презентации, вы найдете ссылки на эти обучалки. Там же и примеры есть, поэтому я вкратце дам обзор на вебинаре, а если что-то вас заинтересует, то более подробную информацию уже смотрим в обучалках. Итак, начнем мы с отечественных разработок, начнем мы с сервиса 2GIS, начнем мы от минимализма. То есть вот этот сервис, он даже не требует регистрации. Давайте я вам ссылочку дам, вы сразу можете что-нибудь посоздавать. Это очень просто. Сервис на русском языке, вот ссылка на него. Что он позволяет? Он позволяет создавать очень простые маршруты с точками на карте, которые соединены между собой линиями. Дополнительно можно прикреплять тексты к этим точкам на карте. Вот, пожалуй, и все. Но зато здесь не нужна регистрация, и здесь очень максимально все просто. Итак, что представляет собой этот сервис? Ну, вот так выглядит рабочая панель. Если вы по ссылке перейдете, то вы примерно вот на этот экран и попадете. Здесь мы создаем точки, метки на карте. Они появляются у нас в том или ином виде. Давайте указку подключим. Добавляются точки на карте с помощью поисковой строки. Вот она вверху здесь находится. Сразу скажу, что здесь всего лишь 170 населенных пунктов. Как действовать, если вашего населенного пункта нет? Выбираем ближайший к нему, который есть. Ну, например, здесь есть, ну, допустим, там нет города Мончегорска, но есть город Мурманск. Окей, выбираем Мурманск. Если появляется точка на карте, мы ее просто сдвигаем в нужное нам место, вручную. И таким образом выставляются все точки. Как только мы добавили метку на карте, вернее, с левой стороны появится такое окошечко, в которое мы можем как раз добавлять описание, название этой точки на карте, описание, выбирать цвет метки. Вот такой минимализм здесь. Ну, она автоматически у нас здесь сохраняется, и мы переходим к следующей. Так, одну за другой мы их расставляем по карте. Дальше, на следующем этапе, здесь вот немножко скрыто, там за этим выпадающим меню, есть такая опция, которая позволяет рисовать линии. Выбираем опцию линии и начинаем щелкать между этими точками, создавая линию маршрута с первой точки до последней. Ну, и дополнительные возможности. Здесь есть возможность рисовать сложные фигуры, круги, прямоугольники. Вот они. Нажимаем на соответствующую кнопочку и рисуем по карте. Для чего нужны круги и многоугольники? Например, выделять какие-то точки на карте. Там область какую-то, заповедник обрисовать, может быть, какой-нибудь озеро, океан, все что угодно. В общем-то, для минимализма здесь все очень хорошо. Единственный недостаток – это то, что здесь нельзя получить ссылку на нашу работу. Здесь есть одна единственная кнопка, вот она, «Получить код». То есть сервис автоматически, он работает для сайтов и блогов. Вы получаете на выходе код, который можете вставить на страницу сайта и блога. Давайте я вам покажу, что у меня получилось. Это сразу ссылка на обучалку. И там прямо в самом начале обучалки вы увидите эту карту, которую я создала. Там по скверам города Мурманска небольшой путеводитель. И можете прямо вот там пощелкать и посмотреть, как это все на практике будет работать. Для простоты, для быстроты, в общем, нормальный сервис подойдет. Для работы, тем более, если у вас есть страничка какая-то на сайте, или блог вы ведете, вставить можно. Но, конечно же, этого недостаточно. Не так это все красочно, как хотелось бы. Давайте еще варианты посмотрим. Ну вот, пожалуйста, еще одна наша разработка. Яндекс.Карты – хорошо нам знакомый сервис для создания, вернее, для просмотра карт. Он предлагает конструктор для создания этих же самых карт. Вот ссылочка на то, что у меня получилось с этим сервисом. Ну, давайте посмотрим, как здесь все работает. Здесь тоже есть возможность добавлять метки на карту, соединять их между собой линиями и добавлять к этим меткам дополнительную информацию. Здесь тоже все на русском языке. Все очень просто. Для начала, для карты мы придумываем название и описание. Ну, а дальше появляется список достопримечательностей. Как мы его формируем? Для этого есть поисковая строка. Вписываем название населенного пункта, нажимаем «Найти». Здесь уже не 170 городов, здесь их намного больше. Можно даже искать по адресу. Допустим, город Мурманск, проспект Ленина, дом 25. И точка эта найдется. Метка появляется на карте, а дальше мы ее редактируем. Можем добавить описание, название, выбрать цвет этой метки, тип. Даже метки можно здесь пронумеровать по порядку. Это нужно для того, чтобы пользователь понял, в каком порядке ему двигаться. От первой метки, допустим, до… Здесь 99 максимальное количество меток. Так что вот можно так все пронумеровать. Иконки можно тоже выбрать, допустим, для заповедника какое-нибудь дерево поставить, для старта маршрута сложок. В общем, тут есть небольшой выбор, можно поэкспериментировать. Это что касается меток. Дальше мы видим, что здесь есть линии и многоугольники, которые тоже можно использовать. Линиями соединять точки маршрута, щелкая между этими точками, а многоугольники, опять-таки, для того, чтобы выделять какие-то области. Что касается картинок и ссылок, гиперссылок. В обучалке, которая… Вернее, не обучалка, а называется справка. В справке по Яндекс.Картам написано, что если вы владеете HTML-разметкой, то вы можете добавить картинки и ссылки. Я особо не владею, но я нашла вот эти вот разметки, в которые можно вставлять какую-то информацию, чтобы у нас получилась активная ссылка и можно было вставить картинку. Что касается картинок, они раньше очень хорошо вставлялись и отображались. Вот вместо вот этой вот ссылки, HTTPS, вставлялась ссылка на картинку из интернета и сохранялась, и картинка отображалась. Но почему-то вся моя виртуальная экскурсия в этом году, картинок этих лишилась, они почему-то исчезли, эта разметка больше не поддерживается. Вернее, никакой информации вообще нет по поводу того, поддерживается она или нет, просто картинки перестали отображаться. Я на всякий случай оставила, вдруг заработает, поэтому вот, это разметка для картинки, а вот вторая разметка работает, это разметка для ссылок. Вместо вот этого адреса вставляем гиперссылку, а вот это вот вместо слова «подробнее» мы вставляем любое другое слово, на которое надо будет нажимать, чтобы эта ссылка открылась. Вот, к сожалению, так, тексты и гиперссылки. Но в качестве гиперссылки необязательно, это может быть ссылка на веб-ресурс, это может быть ссылка на видеоролик, например, на аудиоподкаст. В общем, любая ссылка, которая у вас есть на руках, вы можете ее превратить в активную и сюда в окошечко вставить с помощью такой нехитрой разметки. Нажимаем обязательно «Готово», чтобы все это сохранилось на карте. Ну и дальше на выходе получаем код, получаем ссылку. Есть возможность распечатать эту карту в хорошем качестве, скачать на компьютер и распечатать. И таким образом тоже можно поделиться. Ну, вот так выглядит линия маршрута. Здесь у нас даже отображается, сколько это будет в километрах. Маршрут строится вручную. Щелкаем просто по нужным точкам на карте. Если мы хотим точно, чтобы они пошли по дорогам, допустим, то тоже опять-таки вручную просто щелкаем много раз, и тогда линия будет более ломаной. Как только мы закончили с маршрутом, нажимаем на «Завершить», и эта линия у нас отображается на экране. Конкурент. Да, забыла. Давайте еще одну ссылку про Яндекс вам кину и объясню, что это такое. Если у вас есть возможность подключить свой сайт, сайт своей организации, например, к Яндекс.Картам, то есть возможность создавать так называемые карты в несколько слоев. Я вам ссылку на такую карту отправила. Это ссылка на сайт библиотеки. Также внизу есть несколько виртуальных маршрутов в виде списочка. Там, по-моему, три или четыре. Нажимаем на любой, и у вас на карте появляются метки именно конкретно этого маршрута. Это удобно, если вы на одну и ту же карту хотите нанести сразу несколько маршрутов. Например, один маршрут по литературным местам, второй маршрут по местам, связанным с природой родного края. Но это возможно только при подключении сайта к Яндекс.Сервисам. Дополнительную информацию, опять-таки, на сайте Яндекса можно почитать, узнать, как это все работает. Там официальное подтверждение нужно, но какая-то работа, в общем, для ваших программистов может быть. А мы посмотрим на конкурента, на Google карты, и посмотрим, что она позволяет этой системе делать с точки зрения виртуальных маршрутов. Ну, опять начнем с нескольких ссылок. Во-первых, Google сразу выигрывает тем, что он предоставляет функцию совместной работы над картой. Как и все Google сервисы, есть возможность коллективной работы. Вот я вам ссылочку сейчас бросила, вот она сейчас на экране отображается, эта ссылка. Это у нас виртуальный маршрут по произведениям Жюля Верна. Как вы помните, герои у него много путешествовали. Вот такая виртуальная экскурсия по следам героев. Это большая, очень большая виртуальная экскурсия, которая создана коллективным творчеством участников Вики Сибириады. Это вот они создавали, точки отмечали, добавляли тексты, ссылки, описания, картинки. Это все было коллективное творчество. У меня примерчик чуть попроще. Сейчас отправлю его вам в чат. Это вот мой примерчик. Это у меня экскурсия по городам, где поставлены памятники буквам русского алфавита. Такая немножко необычная идейка была. Итак, кроме совместной работы, здесь возможности есть добавление меток на карту, рисование линий маршрутов между ними и добавление нескольких слоев. До 10 слоев на одну карту можно здесь добавить. Все совершенно бесплатно и тоже все русифицировано. Принцип работы остается таким же. В поисковой строке вписываем название населенного пункта, либо адрес, нажимаем на кнопочку «Добавить на карту», метка первая добавлена. А дальше, как и в предыдущем сервисе, мы эту метку начинаем редактировать. Во-первых, можно сделать заливку цветовую. Карандашик самой метки этой, поменять цвет. И форму, кстати, тоже можно поменять. Если нажать на кнопочку «Еще», откроется полный список всех иконок. Дальше. Карандашик нам позволяет добавить текстовое описание. Вообще, если бы вы выбрали какой-то такой очень известный населенный пункт, то уже Google карта дает какую-то информацию. Вот в виде серенького окошка, сведения из Google карты. Сразу сюда прикрепляют. Если нам это не нужно, и мы хотим что-то свое написать, просто удаляем и в пустом поле уже пишем свою информацию. Можем дать название населенного пункта, его описание. Дополнительно можно добавить картинку, либо закачать ее из компьютера, либо найти ее в интернете. Видеоролик добавляется по ссылке с YouTube. Можно через поиск, а можно уже прям готовую ссылку вставить, и она тоже отобразится. Обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить» и переходим к следующей метке. Вот таким нехитрым способом. В общем, все основные варианты здесь у нас учтены. Далее метками все это соединяем. Здесь у нас есть возможность автоматически нарисовать маршрут для пешехода, то есть он пройдет по пешеходным дорожкам, для велосипедиста или для водителя, либо можем вообще вручную это все сделать, просто соединить несколько меток между собой виртуальными линиями, и получится у нас маршрут. Весь список, как и в Яндекс.Картах, будет отображаться с левой стороны. Дополнительно можно добавить новый слой, но я уже объясняла, для чего нужны слои, если у нас несколько экскурсий на одной карте. Поэтому здесь такая возможность, и до 10 слоев можно. И плюс рядом кнопочка для того, чтобы поделиться картой с авторами и пригласить их к работе, совместной деятельности. Единственное, что здесь нужно, это иметь Google аккаунт, для того, чтобы здесь работать и взаимодействовать. То есть всех, кого вы подключите к карте, тоже, соответственно, должны иметь Google аккаунт. На выходе мы получаем и ссылку, и код, и мы можем скачать эту карту и распечатать ее в любом формате, как картинку, например, со своего компьютера. Естественно, на сайт и в блоге тоже совершенно спокойно все вставляется. Поэтому в этом смысле Google все-таки у Яндекса выигрывает, возможности у него побольше будет. Давайте еще вариантик посмотрим. Scribble Maps. Такой малоизвестный сервис. Давайте я сначала свою дам ссылку. У меня очень простенькая экскурсия. Здесь я отметила памятники Антону Павловичу Чехову. Если ссылка не рабочая, напишите мне в чат об этом. Ну, по идее, должно открываться. И второе я такую, уже не моя работа, это нашлась анонимная работа в сети интернет, не знаю, кто автор. Это у нас виртуальная экскурсия по местам, связанным с определенными продуктами питания, сельским хозяйством. Ну, сразу видно, что, во-первых, карта на английском языке, англоязычная карта. Для учителя английского языка, наверное, очень хорошо подойдет виртуальную экскурсию устраивать. Хотя, в общем, сервис не такой уж прямо и сложный. Он чуть посложнее, чем Google карты. И он очень похож на Google карту. В бесплатном тарифе здесь можно создать 5 карт и к этим картам прикреплять ссылки, картинки, тексты. Рисовать можно по карте. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Вот такое вот поле рабочее. Здесь можно выбрать тип карты. Ну, собственно, это можно было делать и в Яндексе, и в Google. Я просто там не акцентировала. Здесь тоже есть возможность, но здесь этих стилей карты намного больше. Если Яндекс и Google нам предлагают обычную карту, спутниковую карту, еще несколько, может быть, вариантов, то здесь более десятка разных вариантов карт. Есть и черно-белые, и цветные, и вот это спутниковое со зданиями. В общем, здесь чуть побольше вариантов будет. И само окошко для работы, как вы видите, тоже намного сложнее устроено. Важные окошечки я выделила в красную рамку. Итак, вот это поисковая строка. Сюда мы вписываем название населенного пункта. Но писать можно на русском. Поддерживается все через лупу ищем. Вот, пожалуйста, спутниковая карта города Мурманска. На экране отобразилась, и точка на карте появилась. Дальше я эту метку тоже редактируем. Здесь вот мы видим, есть возможность добавить в этом окошечке картинку, загружаем ее с компьютера, дать название, описание, цвет метки выбрать, цвет текста выбрать, который будет отображаться. Дальше здесь у нас есть возможность вставить координаты GPS, широта, долгота, прям по координатам. Ну, вдруг для кого-то это важно. Дальше через окошечко OpenLink вставляется гиперссылка на любой веб-ресурс, на который мы заходим. Можно на видеоролик, можно на аудио. В общем, на любой ресурс, который нам захочется, но и стандартная кнопка «Сохранить». Как вы видите, возможности примерно такие же, как в Google, только немножко все иначе организовано. Но дополнительно здесь можно соединять метки на карте маршрутной линии. Вот она. Есть вот такая изгибистая, есть прямая. Ну, прямая вот так просто рисуется. А изгибистую вы можете извивать в любом направлении, как вы считаете нужным. Она очень произвольная. Дальше. Здесь есть возможность рисовать по карте. То есть вот с помощью этой изгибистой линии можно не только маршрутой чертить, но и вообще можно рисовать, писать, делать все что угодно. Ластик сотрет, если что-то не так получилось. Дополнительно здесь можно текст добавить поверх карты, фигуры нарисовать, кружочек или более сложную фигуру, еще квадраты есть. Ну и, в общем, все вот эти наши упражнения рисовательные, они все можно толщину линии подкорректировать, заливку линии, какая она пунктирная, прямая или еще какая-то конфигурация. В общем, все то, что и в Google карте, плюс еще несколько дополнительных возможностей по рисованию, по написанию поверх карты и возможность добавления слоев здесь тоже присутствует. Можно и несколько слоев добавить на одну карту. На выходе получаем готовый продукт, ссылку, код, можно встраивать, можно распечатать. Тут особо ограничений нет. Это естественное ограничение, это 5 бесплатных карт в бесплатном тарифе. Сервис позиционирует себя как сервис для новичков и для профессионалов. То есть здесь есть базовый набор для новичков, который я сейчас озвучила. Есть там более подробные настройки для профессионалов, например, создание легенды карты. Вот такая есть опция здесь. Есть там разные цветовые обозначения. Ну, в общем, там есть подробная инструкция. Плюс я еще написала небольшой инструктаж по этому сервису. Так что, если заинтересует, пожалуйста, можно использовать в работе тоже. Возвращаемся к бесплатному. Сервис Триплайн. Ссылки будут открываться дуговато. Я их сегодня проверяла с утра пораньше. Ну, давайте я несколько отправлю. Вот это, например, по пушкинским местам. Первая ссылка ушла. Вторая ссылка у нас будет экскурсия по Санкт-Петербургу. Вторая. Так. Ну, давайте еще литературную экскурсию посмотрим. Это, конечно, немножко не туристический уже гид, но раз уж мы про карты говорим, давайте еще такие посмотрим варианты. Это по следам литературного героя, точнее, про Барона Мюнхгаузена. Третья ссылка. Триплайн. Это вообще сервис для виртуальных, вернее, для путешественников. Не обязательно виртуальных вообще для любых. То есть предполагается, что вы путешествуете по каким-то интересным местам, потом на этом сайте отмечаете эти места, рисуете свою линию маршрута и рассказываете про эти места. Но это не обязательно значит, что мы там обязательно должны вживую побывать. Мы можем создать виртуальную экскурсию, тем более, что сервис предельно простой, даже, наверное, проще, чем Google карта. Он позволяет добавлять маршруты, соединять линиями точки на карте, добавлять к ним картинки и текстовые описания. Вот такие возможности. Сервис абсолютно бесплатный, работает без ограничений. Смотрим. Тут немножко другой принцип работы. Сначала мы должны добавить все метки на карту, вот все, которые у нас есть. Для этого, опять-таки, есть поисковая строка, вот она, через которую мы вписываем. Нужные населенные пункты, они у нас отображаются на экране. И сразу же, тут же, сервис их соединяет в линию. Вот в том порядке, в котором они у нас в списке есть. Если нам эта линия не нравится, если мы хотим другой порядок, мы можем просто мышкой поменять местами в списке эти населенные пункты, и линия перестроится. То есть здесь мы избавлены от необходимости что-то рисовать. Сохраняем. Вот эта кнопка внизу. Далее, теперь уже все эти метки, которые мы добавим, мы можем редактировать. Сервис как раз ориентирован на путешественников, поэтому он сразу нам рассчитает, что этот маршрут будет длиться один день, состоит он из трех мест, и это 96 миль. Ну, такая дополнительная информация. А далее, рядом с каждой точкой маршрута, мы добавляем либо текстовое описание, значок карандаш, либо фотографию, значок с фотоаппаратом. Фотографии можно добавить несколько. Здесь даже не прописано количество, сколько максимальное, но я пять добавила совершенно спокойно. Поэтому тут можно себя не ограничивать, я думаю. Ну, и вот так, точка за точкой, мы редактируем все эти точки на карте. Если у нас идет карта по территории нашей страны, то она будет на русском. Если вы переберетесь на территорию других государств, то, соответственно, она будет уже на английском, эта часть карты. После того, как мы все это закончили, сохранили, после этого есть возможность получить ссылку и код. Здесь очень интересная ссылка и код будет. Можно получить ссылку только на верхнюю часть карты, то есть на саму карту, то есть щелкать по ней. Есть возможность отдельно просто получить ссылку вот на этот список. Список будет внизу. Ну, такая здесь получается карта со списком. Можно сразу и то, и другое получить, и вставить и то, и другое у себя на сайте и в блоге. Карта хороша тем, что можно в любой точке щелкнуть и откроется окошечко. Плохо, что там отображается не весь текст. Если текст длинный, то он целиком под окошко не помещается. Поэтому нужен список вот этот. Так что они друг без друга существовать не смогут. Вот лучше и то, и другое сразу. Ну, давайте еще одну ссылку вам отправлю. Это то, что я тут создавала. Это виртуальное путешествие. Самые большие памятники в мире. Вот, пожалуйста. Это то, что у меня получилось. В общем, очень неплохой сервис. Немножко необычный, непривычный. Но, надеюсь, он будет продолжить работу, хотя вот ссылки почему-то очень медленно загружаются. Еще один инструмент, о котором я узнала не так давно. О нем я раньше не рассказывала. Так что сегодня будет премьера. Давайте сразу ссылочку вам отправлю. Это моя экскурсия путешествия по Карелии. Я решила, сколько можно про Мурманскую область. Давайте в соседние регионы переберемся. Тем более, что я тоже там побывала. Итак, тоже все очень похоже на Google карту. Есть возможность создавать метки, прикреплять к ним тексты, гиперсытки, фотографии с описаниями, рисовать маршрутные линии можно и получить на выходе ссылку на карту. Единственный минус – кода нельзя. Код почему-то здесь исчез. Раньше можно было получить код и стоить на сайте в блог. Сейчас нельзя. Только ссылочка. Но, в общем, ссылка – это тоже неплохо. Давайте смотреть. Сервис на английском, но он тоже очень простой. Тем более, что здесь по-английски всего лишь несколько слов. Остальной инструментарий находится вот здесь внизу. Он позволяет добавлять разные объекты на карту, рисовать по карте, загружать дополнительные документы и файлы. Итак, все очень просто. Метки добавляются через значок PIN. Вот он. Либо через поисковую строку. Опять-таки, это не гугл-карта, это какая-то уже другая карта, которая может не искать какие-то населенные пункты, не очень известные. Допустим, если город Петрозаводск нашелся быстро, то деревеньки в Карелии нашлись с трудом. Поэтому, опять-таки, выбираем ближайший населенный пункт, который известен. Ну, а дальше метку двигаем самостоятельно в нужное место. Дальше, после того, как мы метку добавили, мы можем прикрепить название, описание, иконку. Здесь большой выбор иконок. Есть обычные символы, есть эмоджи разные. Добавить картинку можем. Если мы хотим, чтобы эта метка уже не двигалась, вот четко мы ее поставили в нужное место, чтобы она там стояла, для этого есть значок «Замочек». Опция позволяет закрепить метку на карте. Вот этот значок с тремя точками, там скрывается опция «Удалить». Если нам метка не нужна, ее можем в любой момент удалить. Итак, вот метка за меткой мы добавляем это все на экран. Дальше. Дальше следующий значок, вот этот, позволяет рисовать маршруты. Маршруты могут быть, как в гугл-картах. Здесь у нас есть автомобильный, велосипедный, пешеходный, самолетный. Здесь вручную, опять-таки, рисовать не нужно. Выбираем тип маршрута. Ну, например, выбрали пешеходный, он тогда пройдет по пешеходным дорожкам. Либо вот у меня сейчас здесь автомобильный выбран, то есть он по дорогам пойдет. Я просто щелкаю в нужные точки на карте, в нужном порядке, и эта линия у меня выстраивается вот таким образом, автоматически. Я могу только выбрать ее цвет и нажать на кнопочку «Завершить», когда эта линия будет построена. Дополнительно к линии маршрута я тоже могу прикрепить и название, и описание, и выбрать цвет линии, ее ширину, есть такая хорошая штучка, можно здесь нарисовать, где начало маршрута, а где конец. Это тоже важно. Если вы виртуальную экскурсию создаете, вот у меня там в начале маршрута написано «Старт», а в конце маршрута написано «Энд», «Окончание». Можно даже в километрах прописать, сколько это длится. Такие есть маленькие хорошие вещи здесь. Сохраняем это все и переходим к следующей точке. Далее. Что у нас тут еще есть из возможностей? Есть такие ножнички, которые позволяют вырезать область на карте. Ну, например, как это работает? Я нажимаю на ножницы, и у меня тут же выделяются границы, ну, допустим, на территории России границы областей. Ну, вот мне нужно выделить конкретно республику Карелия. Вот она. Я щелкаю по ней, и у меня появляются границы. Цвет я могу выбрать. Опять-таки, можно толщину линий подкорректировать, сделать окраску поярче, поплиннее и тому подобное. Это интересная штука. Мы можем несколько регионов вот так выделять. Раскрашивать их в разные цвета, получится довольно интересно. Следующий вариант, вот эта вот карта, она позволяет добавлять на нашу основную карту несколько слоев. Например, сюда можно добавить слой с изображением дорог, домов, чтобы там отображались. Изображение океанов и озер с глубинами можно добавить. Даже там есть возможность добавить разные климатические особенности. Делать климатическую карту, например. В общем, там более 20 разных слоев можно добавить на одну карту и уместить все, что угодно на ней. Но это такая дополнительная опция, она совершенно необязательная, но на всякий случай. Далее пошли инструменты, вот этот инструмент, это для рисования по карте. Работает он еще вот так же, как вот этот вот маркер, который я пропустила. Маркер рисует по карте, выбираем цвет и толщину линий, а вот эта кнопочка рисует фигуры на карте. Прямоугольники, треугольники, более сложные фигуры. Дальше, следующие две кнопки тексты, вот такая заметочка, это для текстовых надписей. Текстовые надписи будут появляться прямо поверх карты. То есть, если мы хотим, чтобы текст вскрывался, то нам нужно это умещать в метку. А если мы хотим, чтобы это прямо на карте было написано, то выбираем либо текст, это будет заголовок, либо заметку. Это будет такая маленькая окошечка с текстиком, которое можно прочитать прямо на карте. Дальше, ссылки. Ссылки здесь интересные. Ссылки добавляются не внутрь метки, а наружу, что называется, они отображаются на карте. Вот они у меня в виде вот таких белых прямоугольничков со ссылками. Здесь у меня ссылки на музеи, парки и так далее. Очень все просто по поводу ссылок. Вот очень простое окошечко. Нажимаем на значок ссылки, ее сюда вставляем, нажимаем добавить. Она у нас отображается на экране. Мышкой можно двигать в нужное место. Дополнительно к ссылке можно добавить превью. Особенно это хорошо, если вы добавляете ссылку на YouTube, например, где есть видеоролик. Тогда у вас сразу такой маленький окошечко появится с видеороликом. Сразу видно, что это видео. Ну и последняя вот эта вот кнопочка, она позволяет загружать разные файлы. Ну, это картинки чаще всего. Картинки тоже поверх карты отображаться будут. И плюс даже я попробовала загрузить PDF-файл, и PDF-файл у меня тоже загрузился. Он тоже наверху карты будет. Не знаю, правда, как это можно использовать, но такая возможность есть. Можно даже PDF-файл сюда прикрепить. Вот. В общем, все очень просто. Что еще здесь есть из возможностей? Кнопочка «Шея» позволяет поделиться картой в сети. Вот. И копировать ссылку сразу можно. Можно пригласить соавторов по адресу электронной почты и совместно, как в Google-картах, работать. И вот это есть хорошая такая кнопка. Разрешитель редактирования всем, кого мы только захотим. То есть, по сути, мы открываем нашу карту для всех. Вот. Кому в руки попадет ссылка на вашу карту, может сам там автоматически чего-то рисовать, писать. Это на тот случай, если вы с детьми планируете совместную работу, но не хотите, чтобы они где-то регистрировались. Либо родители против. Тогда вы можете создать карту, открыть редактирование, разослать ссылку своим ученикам. И, ну, и совместно они будут там что-то писать, даже без регистрации. Это будет работать. Вот такая тоже хорошая штучка. Что здесь из плохого? Ну, из плохого, я уже сказала, здесь кода нет, чтобы на сайт и в блок вставить. И вторая возможность, здесь не принимается регистрация по почтовым адресам России. То есть, ру, если в конце Яндекс.ру, Мейл.ру, там, может, еще какая-то почта, вот это не принимается за регистрацию. То есть, здесь либо работает гугл-аккаунт, либо gmail.com работает. Ну, и другие адреса, которые заканчиваются на ком. Или на какую-нибудь другую, кроме Ру. Вот такая вот, к сожалению, здесь ограничение существует. Ну, а в целом, он вполне себе симпатичный сервис. Он бесплатный. И хотелось бы, чтобы он таким и остался. Теперь мы пойдем к необычностям. Хорошо, карта – хорошо, метки – хорошо. А вот если хочется еще чего-то. Такая возможность есть. Есть такой сервис, называется TimeMapper. Ну, он позволяет создавать карты на основе, вернее, не карты, он даже позволяет создавать, а вот такие интересные информационные продукты. Здесь карта с правой стороны, слева слайдер. С описанием и с текстом. И внизу лента времени. Он позволяет создавать исторические путешествия. То есть, когда у нас точки на карте будут просматриваться в хронологическом порядке. И мы можем либо по ленте времени щелкать, либо слайдеры листать стрелочками, либо по карте перемещаться. Тут три варианта. Я вам две ссылки отправила. Можете посмотреть. Моя верхняя, по-моему, ссылочка, которую я первая отправила. Ну, а вот вторая сейчас на экране перед вами. Это интересный очень формат, очень необычный. Это, наверное, единственный сервис, который такой предоставляет вариант. Для работы здесь необходим Google Аккаунт, потому что для того, чтобы сгенерировать вот такую вот штуку, нам нужно заполнить Google Таблицу. Ну, для тех, кто работает с Google, я думаю, это не проблема. Итак, заходим на сайт. Регистрироваться не нужно, нужен только Google Аккаунт, напомню. Вот эта ссылочка, это шаблон, который нам предстоит заполнить. Мы его к себе копируем на Google Диск, просто в браузере открываем и создаем копию. Далее нужно его заполнить. Шаблон выглядит следующим образом. Google Таблица со строчками, со столбичками. Каждый столбик как-то назван. Нельзя стирать название столбиков, нельзя менять столбики местами, и удалять столбики тоже нельзя. Если нам нечего писать в столбики, просто оставляем его пустым. Здесь в шаблоне уже есть какие-то даты, какие-то описания. Это все можно стереть, но я не советую стирать вот этот столбик. Location. Сейчас расскажу, почему. Все остальное совершенно спокойно можно стирать и писать свое. Давайте по порядку расскажу, как заполнять эту таблицу. Здесь только видимость, что она такая вот какая-то сложная. На самом деле не очень сложно. Давайте по порядку. Title. Это название нашего точки на карте, события. Вот то, что на слайдере будет отображаться большими буквами. Далее. Дата. Поскольку здесь у нас все привязано к хронологии, то здесь хотя бы нужно одну дату дать. Начало. Либо год, либо месяц и год, либо полностью дата. В данном случае здесь год прописан. Дату окончания события можно писать, можно не писать. Просто если не нужно, стираем. Description. Это описание. Текстовое описание к этой точке на карте, к этому событию, которое у нас будет отображаться на слайдере. Сюда вписываем это описание. Дальше. Опускаемся в следующий. Ну, мы опускаемся. Вообще это большая таблица. Следующий столбик. Image. Здесь мы добавляем ссылку на картинку какую-нибудь. Картинка должна быть уже опубликована в сети, и мы сюда просто вставляем на нее ссылку. А вот дальше самое интересное. Дальше нам нужно привязаться к карте. Как это делается? Дело в том, что вот этот вот столбик, который называется Location, это столбик, в котором скрыта формула, которая высчитывает координаты места на карте. Поэтому я ее советовала не истирать, потому что там формула. Ну, кто работает с таблицами Excel или Google, знает о том, что там есть формулы, которые что-то высчитывают. Вот здесь именно тот вариант. Итак, сюда вместо Италии, Тосканы мы вписываем название своего населенного пункта. Можно по-русски. И тут же у вас в этом поле должны поменяться циферки. Эти циферки – это GPS, навигация, широта и долгота места. Это чтобы сервис сразу сориентировался, куда поставить точку. Ищется, ну, практически любой известный населенный пункт. Ищется, здесь тем более, что Google карта используется для поиска, поэтому тут особых проблем не будет. Единственная проблема может возникнуть, если населенных пунктов с одним и тем же названием встретится много. У меня было вот по Золотому кольцу, я вам ссылочку отправила, там был Ростов. Ну, у нас есть Ростов-на-Дону и просто Ростов-Ярославская область. Мне нужен был Ярославский, а мне координаты выдали Ростов-на-Дону. Хотя я написала просто Ростов. В этом случае я написала просто Ростов-Ярославский, координаты тут же поменялись на правильные. Вот таким образом. Если вдруг какие-то проблемы, мы вообще можем вот это все стереть и написать вручную эти локейшн, и ничего страшного с этим не будет. Где брать эти GPS-координаты, в любой Яндекс-карте. Находите нужную точку, там с левой стороны будет окошечко поделиться, и там копируем эти координаты и вставляем. Но чтобы не совершать вот этих вот телодвижений туда и обратно, просто этот столбик не стираем. Вот и все. Дальше. Локейшн оригинал. Честно говоря, я так и не поняла, для чего нужен этот столбик. Он вообще никак не влияет на происходящее, поэтому можно его стереть и не использовать эту опцию. Последние два столбца. СОС – это источник, откуда мы взяли информацию. Ну, Википедия, например, любой другой. Ну и ссылка на источник – это последний столбик. Опять-таки их можно не заполнять, а ставить как есть. Все на этом. Сохраняем нашу Google таблицу. И даже если бы не поставили по хронологии события, просто набросали в произвольном порядке, все равно не волнуйтесь, сервис все выстроит по хронологии как надо. Далее. Публикуем нашу таблицу в сети интернет. Через кнопку «Файл» – «Опубликовать в интернете». Ну и берем на нее ссылку на эту таблицу, возвращаемся обратно. Вот здесь мы брали шаблон. Стираем. Сюда вставляем уже нашу готовую заполненную таблицу. Даем ей название. Определяемся, как мы ее будем показывать. Ну, самый распространенный вариант – и карта, и лента времени. Но вдруг мы захотим просто ленту времени или просто карту. Такое возможно тоже. Дальше. Дату выставляем. Ну, стандартно стоит европейская дата. Тут есть еще вариант с американской датой, когда месяц впереди. Ну, и как показывать – с первого события или с последнего события. Можно в обратной хронологии посмотреть. Ну и публикуем. Тут же открывается готовая карта, и мы можем получить на нее ссылку, код, встроить ее к себе на сайт, куда угодно и поделиться ей. Тоже все бесплатно. Может быть, немножко будут сложности с заполнением таблицы. Но в целом получается очень красиво на выходе. Я думаю, вы согласитесь. Осталось у нас не так много времени. Немножко я подзадержалась. Ну, давайте поговорим о сервисе Easy Travel. Долго не буду рассказывать, потому что долго был у меня целый вебинар, посвященный этому сервису. В прошлом году на портале, на YouTube-канале Директ Академии вы можете найти. Там я очень подробно все рассказала. Давайте я вам сейчас вкратце напомню просто, чем хороший этот сервис. Это сервис тоже для создания виртуальных экскурсий, для создания экскурсий для мобильных устройств. То есть, как можно здесь работать? Вы можете экскурсии просматривать прямо с экрана компьютера, вот как сейчас по ссылке. Но если вы выйдете на местность, скачаете приложение Easy Travel к себе на мобильный телефон, то вы можете прямо с мобильным телефоном путешествовать по местности, и он в нужных местах будет включаться и рассказывать вам о достопримечательностях. Потому что Easy Travel – это сервис для создания аудиокидов. То есть, здесь в основе лежит как раз аудиозаписи. Каждая точка на карте – это определенный аудиофрагмент, который вы к ней привязываете. У нас есть карта, на нем мы наносим метки, соединяем их маршрутом или не соединяем, это не обязательно. И к каждой такой меточке мы добавляем еще и аудиоисторию. Я вам отправила сейчас в чат две ссылки. Это из последнего, что я слушаю на аудиогидах, что меня зацепило. Ну, а это вот пример то, что делали мы в библиотеке. Вот сейчас на экране. Мурманск, столица Арктики. Там просто точки нанесены, они маршрутом не соединены, потому что маршрут получился бы сложный. Там определенная логика есть в этом маршруте, поэтому просматривать можно в любом, конечно, порядке, но лучше вот в том, который здесь обозначен циферками. Сервис на русском языке. И можно просто аудиогиды слушать и смотреть. Наверняка что-то найдется и по вашей местности. Можно создавать аудиогиды действительно по городу, можно по помещению, например, по библиотеке, по музею. В общем, в этом случае уже будет виртуальный музей. Но мы сосредоточимся, давайте, на уличном гиде, как он работает. Выбираем вариант уличный гид, даем название, здесь все на русском. Все очень просто. И карточки для создания гида, они все друг на друга очень похожи. Итак, это вот описание нашего гида. Название, собственно, описание. Внутрь описания можно ссылочки вставить. Везде подсказки есть, вот они, со знаками вопроса. Если что-то непонятно, всегда можно прочитать справку. Внутрь описания можно добавлять киперссылки. Дальше, во вкладке изображения мы можем добавить обложку к нашему гиду. Это вот то, что увидит турист, как только зайдет на наш гид, он увидит обложку и вот это название и описание. Далее. Дополнительно мы можем прикреплять и к описанию викторины и видеоролики, и внутрь гида мы можем тоже добавлять викторины и видеоролики. Это для интереса, чтобы пользователь не заскучал. Дальше. Нам обязательно нужна аудиоистория. То есть вначале мы записываем заранее аудио, которое рассказывает о том, что это за тур, куда он отправляется, ну какая-то аннотация здесь. Сохраняем это все. Файлы загружаются прямо с компьютера в формате mp3. И переходим, собственно, к созданию точек на карте. Все та же нам знакомая технология. Через поисковую строку находим точку по адресу, либо по названию населенного пункта. Нажимаем «Добавить в тур». А дальше редактируем. Знакомое окошечко, правда? Добавляем название достопримечательности, ее описание, с гиперссылками, аудиоисторию, связанную с этой достопримечательностью, картинки. Можно одну, можно несколько картинок. Но, опять-таки, если у нас видеоролик есть по этой достопримечательности, отлично, добавляем его. По ссылке из YouTube он добавляется. Векторина. Векторина очень простая. Здесь она создается выбор одного вопроса из нескольких, либо открытый вопрос, где нужно буковки вписать, правильный ответ. Эта векторина ни к чему не обязывает, просто добавляет немножко интерактива, чтобы пользователь не просто слушал, но еще как-то повзаимодействовал. Далее. Возле каждой достопримечательности на карте появятся такие кружочки. Это называется триггер-зоны. Они нужны для пользователей мобильных устройств. То есть, когда вы реально с мобильным устройством выйдете, что называется, в поле и пойдете по этому маршруту, как только вы попадаете внутрь этой триггер-зоны, должен сработать ваш мобильный телефон, включится аудиогид, и он должен нам рассказать про эту достопримечательность, пока мы из этой триггер-зоны не вышли. Мы можем вручную эти зоны выстраивать через кружочки, тянуть в разные стороны, увешать или увеличивать эти зоны. Далее. Вот эта вот штучка, кнопочка позволяет рисовать маршрутные линии между точками. Рисуется, как в обычных картах. Вот она. Если на пути озера какое-то, то мы его, конечно, обходим. Мы ориентируемся по улицам, то есть не по пересеченной местности, а по улице. Это важно для тех, кто действительно будет на местности по этому маршруту передвигаться. Если мы планируем только для компьютера, то, может быть, линии даже рисовать не надо. На компьютере какая разница, в каком порядке все это рассматривать. Обязательно все это сохраняем. И последнее, что еще позволяет сделать easy travel, опять-таки, можно упростить задачу для туриста, что еще можно сделать, добавить так называемые навигационные истории. Для чего это нужно? Например, если на пути какая-то преграда, или у вас маршрут проходит не по улицам города, а по какой-то местности, на которой сложно ориентироваться, но нет указателей, то вам нужна навигационная история. Например, на пути пользователя озера, как его обойти слева или справа. Для этого нужна история, которая включится, опять-таки, с помощью вот этой триггер-зоны, она включится в нужный момент и расскажет, что озеро, допустим, нужно обойти слева, потому что если обойти справа, вы заблудитесь окончательно. Вот для этого нужны такие навигационные истории. Опять-таки, к ней прикрепляется аудиоподсказка, которая включается в нужный момент и нам рассказывает, куда и зачем нужно поворачивать. Ну и после того, как мы создали такой маршрут, добавили точки, добавили вот эти навигационные истории, подсказочки, нам дают возможность, ну опять-таки, вот это вот для создания навигационной истории окошко. То есть сюда мы писываем подсказку и обязательно аудиоподсказка должна быть. После того, как мы создали все это, нам дают возможность протестировать. То есть изначально, может быть, ваш аудиогид виден только вам и только по кодовому слову. Это нужно для того, чтобы протестировать его на практике. Если вы его хотите, чтобы им действительно пользовались ваши участники, то нужно выйти с мобильным телефоном, его включить по кодовому слову и пойти по этому маршруту, все проверить, чтобы все работало. И уже после того, как все это заработает, мы ставим опцию «Виден все». И вот теперь можно получить ссылку на наш код и делиться с пользователями. И теперь все, кто зайдет на Easy Travel, могут найти по названию города или по ключевым словам ваш аудиогид. Вот таким образом все здесь работает. Сервис бесплатный, без ограничений, поэтому здесь очень много аудиогидов созданы, создаются каждый год огромное количество. Так что можно использовать уже готовые какие-то гиды в работе. Ну, например, по достопримечательностям вашего города, гулять вместе со школьниками. Ну и самим попробовать. Это хорошая платформа для как раз проектной деятельности. Ну, давайте еще расскажу про красоту. Красота называется планетой Земля. Здесь есть возможность создавать экскурсии виртуальные в 3D формате. Сейчас объясню, что это. Ну, вот пара ссылок. Первая ссылка это моя, она такая поскромнее. Там всего лишь немножко достопримечательностей. Вот вторая ссылка, она посложнее, поинтереснее, наверное. Достопримечательности города Ижевска. Это сделала одна из участниц моего мастер-класса. Здесь есть окошечко такое. Вот ссылки будут туговато открываться, потому что там много анимаций, там приближение, удаление, эти эффекты требуют памяти компьютерная. Можно просматривать эту экскурсию в обычном формате 2D, вот как сейчас. Здесь есть списочек, по нему можно щелкать, либо по карте щелкать. Будет открываться окошечко, как и на Google картах. Все так же, только карта немножко иначе выглядела. Но мы можем переключиться в режим 3D. Нажать на 2D, чтобы оно поменялось на 3D. И тогда у нас карта начнет вращаться, двигаться, приближаться, удаляться. В общем, всякие интересные штуки с ней будут происходить. Все это позволяет сделать конструктор, который называется планетой Земля. Google EOS – это инструмент, продукт, все того же концерна Google. К сожалению, сейчас недоступны веб-версии, недоступны версии для мобильных устройств. Работает только версия, которая в браузере. Мне очень много писали вопросов, почему на мобильном недоступно. К сожалению, это связано с ограничениями. Но зато работает веб-версия в браузере. В браузере можно смотреть совершенно беспрепятственно. Сервис бесплатный. Все, что мы создаем, будет сохраняться на Google диске. И вы любую эту экскурсию, которую создадите, можете легко на своем Google диске найти. Сервис на русском языке. Давайте попробуем. Попробуем. Итак, во-первых, заходим на планету Земля по ссылке, либо через поиск, запускаем этот сервис. Нам нужно, чтобы это все сохранилось на Google диске. Ну, чтобы быстрее найти, лучше сделать так. Далее придумываем название, описание. Вот через карандашик здесь все редактируется. Переходим к добавлению меток. Видим, что здесь можно добавить метку и нарисовать линии. Все, как нам знакомо. Здесь есть еще возможность создать так называемый полноэкранный слайд. Это такая обложка большая. Она будет открываться на экране и будет рассказывать, про что наш аудиогид. Ой, не аудиогид, а просто наш туристический гид. В общем, если хотите, можно еще обложечку создать. Вот она так называется. Ну, а, собственно, к меткам. Метки через поисковую строку. Ищем я набрала в Санкт-Петербург. Мне тут выдали список всего. Я выбрала первый вариант. И у меня эта метка появилась, естественно, на карте. Ну, вот где-то здесь. Далее. Сервис Google мне тут же подтянул. Свои картинки, свои описания. Если нам это нравится, мы можем так все и оставить. Собственно говоря, минимум затрат. Ну, если у нас есть уже свое и описание, свои картинки. Во-первых, добавляем это в проект, естественно. А во-вторых, мы можем их всегда заменить. То есть стираем это все и загружаем нечто свое. Вот здесь добавляем текст. Чуть ниже будут фотографии и медиа. И медиа. В качестве медиа будет видеоролик. Что касается меток. Их можно раскрашивать, выбирать разные. Размеры их выбирать тоже. Что касается фото и видео. Через эту кнопочку с фотоаппаратиком они загружаются. Всего можно добавить до 25 объектов. То есть это могут быть видео и с ютуба, и картинки с компьютера. Всего максимум 25. Но это вообще огромное количество. Там целый фотоальбом можно загрузить, наверное. Опять-таки в текст можно вставить гиперссылки. Это тоже хорошая штука. Можно какие-то ссылки на веб-ресурсы сюда пристраивать. И вот так по каждой метке мы, собственно, и отрабатываем. Каждую метку заполняем информацией. Далее. Далее рисуем линии маршрута, как на обычной Google карте. Они здесь тоже присутствуют. Выбираем этот вариант. Рисуем эту линию. Опять-таки ориентироваться можно либо напрямую чертить, либо вот так вот в обход озера, например, как я нарисовала. Вот за эти точки двигать можно. И изменять эту линию так, как мы считаем можно. К линии тоже можно добавить фотографии, видео. То есть здесь по-настоящему туристический получается гид. Если у вас есть какие-то фотографии по ходу этого маршрута, вы можете их сюда загрузить. Можно линию разную сделать. Побольше, поменьше, пожирнее. Любой цвет для нее выбрать и так далее. Вот таким образом рисуется эта линия маршрута. Сохраняется. Все автоматически. На последнем этапе нам остается только выбрать тип карты. Типов здесь немного. Здесь есть обычная карта, есть тип исследователя, вот как сейчас. Ну, можно выбрать, посмотреть. Есть еще такая опция «Все», когда там обозначены все границы, дороги, места, метки, объекты. Все что угодно. Вот из этих трех можно что-то выбрать. Обязательно включаем 3D. Это самое интересное здесь. Ну, можно анимацию облаков еще добавить, например, если захотите, чтобы вот как вид со спутника вообще был один в один. Ну и на выходе мы получаем ссылку и можем этой ссылкой делиться. Плюс есть еще возможность добавить соавторов. Как в Google документах, здесь есть такая кнопочка для добавления соавторов. Они тоже должны иметь Google аккаунт, как и вы. Ну и совместно вы можете создать целый большой проект здесь. Вот. Интересно, необычно. Ну и, в общем, получается очень-очень хорошо. Осталось у нас еще два инструмента для тестирования. Давайте я расскажу еще об одном. Называется он Story Map. Он позволяет совместить карту со слайдами. Слева будет карта с метками, с правой стороны слайдер. Вот это пример моей экскурсии, которую я делала по рубцовским местам. А первую ссылочку я вам отправила, это достопримечательности Ростовской области. Пара ссылок. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Здесь, опять-таки, нам нужен Google аккаунт. Куда ни поверни, это вообще очень нужная штука, везде пригодится. Сервис бесплатный на английском, правда, языке, но он тоже, не сказать, что сложный. Здесь не нужно никаких таблиц заполнять. Здесь все попроще будет. Нажимаем на кнопку «Создать карту», подключаем свой Google аккаунт и приступаем к работе. Здесь у нас аудиогид будет напоминать презентацию. То есть здесь немножко похоже чем-то на PowerPoint, потому что здесь есть список слайдов. Новый слайд добавляется плюсиком. На каждый слайд привязан к какой-то метке на карте. То есть один слайд – это одна метка. Кроме первого. Первый – это обложечка. Вот он красненьким обозначен. Все остальные привязаны к каким-то точкам. Создаем слайд. Сюда загружаем картинку «Оплот медиа». Добавляем описание картинки и ее авторство, например. Правее у нас будет текст слайдера. Самое главное – здесь необходимо добавить метку на карту. У карты есть два режима. Edit – это редактирование, а preview – это предпросмотр. Как это выглядит? То есть мы сделали слайд, сразу переключили на preview, посмотрели. Ага, красивенько. Идем дальше. Итак, ну вот здесь я все подписала. Все, что рассказала, теперь все подписала. На карте есть поисковая строка. Вот я, например, делала про города-герои. Сюда я вписала название города Брест. Мне тут же выдала список. Ну, я выбрала, например, Брестскую крепость. Поставила эту точку на карте. Где-то она у меня здесь должна стоять. Ну и дальше к этой точке я загружаю картинку, делаю подпись, описание и тому подобное. Вот, пожалуй, то, что касается текста. Внутрь текста я могу добавить ссылку. Например, если у меня есть видеоролик, то я могу этот видеоролик добавить вместо картинки. Вот там было, где загрузить медиа. Здесь не обязательно может быть только картинка. Здесь есть возможность добавить ссылку. Вот сюда можно видеоролик добавить вместо картинки. Ну, а если мы хотим и то, и другое, то картинку грузим туда, а вот в качестве ссылки мы можем уже добавить ссылку на видеоролик, например. Можно выбрать шрифт и наклонный или жирный. Ну, в общем, здесь небольшие возможности для текста. Что здесь важно? Такая штучка небольшая. Этот сервис не любит вики-разметку. Если мы копируем из вики-среды, я имею в виду Википедию прежде всего, то сначала сохраните это в тексте, уберите эту вики-разметку, всякие там ссылочки, подчеркивания, гиперссылки. Вот это все убираем и вставляем, как обычный текст. Почему? Потому что он вики-разметку почему-то не любит этот сервис, и у вас буквы поплывут, и слова начнут не так складываться, как надо. Там очень смешно может получиться. Поэтому лучше стать не надо. Дополнительно мы можем изменить маркеры. Загрузить, кстати, можно свои. Не обязательно стандартный маркер использовать, можно какие-то свои меточки с компьютера. Ну и фон слайдов мы тоже можем поменять. По умолчанию он белый. Мы можем выбрать свет и загрузить свою картинку в качестве фона. Ну, напоследок, после того, как мы все слайды создали, точки создали, осталось только выбрать русский язык, чтобы все надписи были на русском. Шрифт можно вот здесь, на последнем этапе, можно шрифт поменять. Его, правда, здесь немного, но можно какой-то другой вариант выбрать. Дальше. Режим показа. По умолчанию стоит картографический режим, то есть у нас карта будет приближаться, отдаляться. Если мы не хотим, можем переключиться в режим картинки, она тогда вообще двигаться никак не будет, эта карта. Дальше. Call to action. Это кнопка, которая начнет нашу экскурсию. Ну, по умолчанию она будет там называться старт, начали. Мы можем написать что-то другое. Ну и тип карты мы можем выбрать. Он по умолчанию такая тонированная, черно-белая. Еще есть несколько типов. Можно пощелкать, поэкспериментировать, что понравится. Ну и после того, как мы все это настроили, идем во вкладку sharing, поделиться. И там у нас будет ссылка и код, чтобы встроить эту карту на сайты и в блоге. Вот. Сервис бесплатный, работает быстро, хорошо и, главное, красиво получается. Целая виртуальная история. Ну и в заключении вернемся к отечественным сервисам. Закончить я хотела сервисом, который люблю, который пользуюсь. Это сервис удоба. Он позволяет создавать виртуальные туры без использования карты. На основе картинок, которые называются 360 градусов, картинки, панорамы, 3D-картинки. Ну, как хотите их называйте. Наверняка вы видели такие изображения, которые можно крутить в разные стороны и рассматривать их. Сверх, вниз опускаться. То есть обзор дает на 360 градусов. Панорама. Это хорошо, если вы умеете такие делать или у вас есть люди, которые вам делают такую панораму. Тогда можно устроить экскурсию внутри помещения. Например, по библиотеке или по музею. И дополнительно, самое-то главное, что можно внутрь этой картинки вмонтировать интерактивные метки, на которые можно нажимать и откроется дополнительная какая-то справочная информация. Например, если нажать на эту метку, откроется фотография. Здесь будет аудио звучать. А здесь просто текстовое пояснение, что это за памятник и где он установлен. Это я взяла памятник в городе Иркутске. Почему именно его выбрала? Потому что там действительно памятник очень необычный. Он состоит из двух частей. Они друг напротив друга. Поэтому панорамная фотография была нужна. Итак, во-первых, загружаем картинку. Во-вторых, вверху находятся кнопки, которые позволяют добавлять на эту картинку разные метки. Тексты, картинки, аудио. Аудио с компьютера загружается. Видео загружается по ссылке с Ютуба. И можно даже викторины добавить. Викторина на основе утверждений. И викторина с выбором одного ответа из нескольких. Это вот как в Изи Тревел тоже. Ни к чему не обязывающие, но интересные. Можно поотвечать на вопросы. Если мы выбрали что-то из этого, со второй по пятую кнопочку, то там все очень просто. Выбираем текст, ставим в любое место метку. Открывается окошко для текста. Мы туда вставляем текст. Точно так же выбрали картинку. Ставим в нужное место эту метку. Загружаем с компьютера. Что касается викторин. Открываются окошечки, в которых мы добавляем вопросы, варианты ответов. Отмечаем правильный, неправильный. Сохраняем это все. Дальше. Вот таким образом работает. Если у нас несколько фотографий. Например, у вас музей, несколько помещений, несколько залов, по которым вы хотите пройтись. То можно прикрепить новую фотографию. Нажимаем на кнопку «Новая сцена». Вот это внизу. Кстати, в качестве фотографии не обязательно грузить панорамные. Вы можете выбрать обычные плоские. Просто панорамные эффектнее смотрятся. А вообще можно выбрать любую плоскую фотографию, какая у вас есть. Загружаем ее через вот эту кнопочку «Новая сцена». Переходим в эту новую сцену. И точно так же размещаем там метки в нужных местах. Далее. А чтобы их связать между собой, вот есть кнопочка под цифрой 1. Это переход на вторую сцену. То есть мы где-нибудь в уголочке или, может, в центре, где захотим, ставим метку «Переход на новую сцену». Хорошо бы подписать рядышком с помощью кнопки «Текст», что это переход на новую сцену, чтобы было понятно. Ну и нажимая на нее, мы переходим к сцене номер 2. И такая цепочка может длиться бесконечно практически. Вы можете все залы музея таким образом обойти. Кстати, эта же кнопочка позволяет вернуться назад. Просто нам нужно выбрать, в какую сцену куда будет переходить. Вот таким образом можно устраивать вот эту внутреннюю навигацию внутри этих фотографий. На выходе получаем код, получаем ссылку и можем делиться. Дополнительно мы можем зафиксировать стартовую позицию, то есть с какой точки начнется просмотр, с какой сцены начнется просмотр. И плюс еще дополнительно, загружая нашу картинку, можем добавить фоновую музыку. У меня она есть. Музычка играет из фильма Леонида Гайдая. Просто эту экскурсию надо развернуть в полном объеме, и там внизу должна быть кнопка для включения фоновой музыки. Такая маленькая дополнительная фишечка. Что я хочу сказать про этот сервис. По панорамным фотографиям это на сегодня, наверное, единственный бесплатный сервис. То есть есть еще ряд сервисов. Например, есть Куула сервис, Сигбик. Еще есть несколько иноязычных сервисов, но они все требуют деньги. Эта технология достаточно такая сложная с панорамными съемками. А вот Удоба позволяет создавать такие интересные экскурсии, фотоэкскурсии бесплатно, без ограничений. Это замечательно. Вот на этой хорошей ноте я наш обзор сегодня и закончу. Что хотела сказать еще, напомнить для тех, кто присоединился к нам не сразу. Давайте я вам напомню, что есть по всем сервисам обучалки. Если вам что-то понравилось и запомнилось, то вот список обучающих материалов. Скажите, есть ли возможность редакции? Да, конечно, есть возможность редакции. Даже после того, как вы получили ссылку, ссылка останется у вас такая же. Просто внутри содержимое поменяется. Так что все работы, которые вы создаете, за исключением 2GIS, пожалуй, потому что там регистрации нет. А все остальное, оно у вас в личном кабинете хранится, и вы всегда можете отредактировать. То есть добавить новые метки, удалить старые, неактуальные и так далее. Это что касается обучающих материалов. Так что, если они вам нужны, скачивайте презентацию, там внутри все увидите. По всем вопросам, как всегда, вот мои все координаты, блок, группа, канал в Телеграм. Подключайтесь куда угодно, где угодно. Смотрите и слушайте. Спасибо большое за добрые слова. Надеюсь, что информация была вам полезна. У нас в мае будет 3 вебинара. Этот май будет суровым, я бы сказала. Следующий вебинар будет 15-го, если я не путаю ничего. Ну, вы меня поправите. В общем, в середине мая будет следующий майский вебинар. Будет посвящен веб-квестам. И последний майский будет уже в конце мая. Поговорим про сервис для создания тестов викторин, который называется Online Test Pad. А там у нас еще останется вебинар про Яндекс.Сервисы. И еще про что-то интересное уже плохо помню, в каком что у меня порядке было. Ну, и еще один интересный сюрпризный вебинар. Так что находите вебинары. Если вам понравилось, подписывайтесь и приходите в следующий раз. Ну, и до новых встреч. Всего вам хорошего. Главное, берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!